Субтитры создавал DimaTorzok Сутки не могу прийти в себя, новости парализуют, писать тяжело, молчать невыносимо, остановить невозможно. Мы живем в адское время, когда человеческая жизнь ничего не стоит, когда игры, манипуляции и обогащение политиков важнее жизни людей. Отнимать жизни людей – это ужасно. Отнимать жизни детей – это высшая степень бесчеловечности и скотства. А где-то в это же самое время, в той же стране, украинские политики не знают горя, живут ни в чем себе, не отказывая, путешествуют и набивают себе карманы за счет войны. Покупают виллы, машины, с чемоданами вывозят миллионы наличных. Иногда кажется, что война для большинства из них идеальна, потому что другого такого шанса для обогащения в их жизни уже может не быть. Золотое дно на всех уровнях власти. Цена за выезд одного мужчины, мобилизованного возраста, достигает 25 тысяч евро. Такова сейчас цена человеческой жизни в Украине. Выезд запрещен законом, но за большие деньги можно выехать через ту же власть. Бизнес по-украински. На своих. Дна нет. Коррупция в Украине бездонна. Те, кто пишет законы для страны, сами добивают людей, закрыв их в стране на волю русской рулетки, чтобы после каждой ракетной атаки были все новые и новые жертвы. При этом они предварительно обеспечили своим семьям безопасность. Ни одного сына или родственника депутатов мобилизационного возраста в стране не осталось. Ни одного нет на передовой. Российской власти нет никакого оправдания, но и украинская не лучше, потому что подставляют украинский народ под обстрелы, вместо того, чтобы дать возможность самим решать, как им спасать свои семьи, своих детей. Дать возможность выехать и спастись. У любого человека есть его право на жизнь. И никто не имеет права за него решать, жить ему или нет. Жить или не жить украинцам сейчас решают такие, как Коля Тищенко и ему подобные. Кровь убитых гражданских украинцев на их руках не меньше, потому что убивают и будут убивать тех, кто не смог выехать из страны из-за запрета на выезд, из-за запрета на жизнь. Потому что кто-то из депутатов вдруг решил, что отец троих детей – это отец, а отцом одного ребенка можно и пожертвовать. Многие погибшие дети могли бы выжить, если бы они не были заложниками при невыездном отце. Ведь многие женщины с детьми не могут их бросить. Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы страна перестала быть тюрьмой для тех, кто хочет жить? Хватит презирать и клеймить позором тех, кто не рожден патриотом и героем. Тех, кто хочет выехать. Хватит их отлавливать и насильно отправлять на фронт. У каждого одна жизнь. И пусть каждый человек распоряжается своей жизнью, как считает нужным. Это его право. Чужие игры за власть и благополучие не стоят того, чтобы отдать за это свою жизнь. Берегите себя и свои семьи. Простите за длинный текст, но уже сил нет. Итак, Наталья Аконская написала такой текст. Что же, друзья. Право каждого, как россиянина, так и украинца, право выехать из страны, где по каким-то невыясненным обстоятельствам друг друга люди начинают бомбить. То, что сегодня происходит в России, тоже не лучше. С самолетов сбрасываются бомбы, недолет которых остается в Белгородской области. Белгородские села опустили. Конечно, пропаганда работала очень здорово. Пропаганда работала так, что люди почему-то хотели идти убивать друг друга. Вероятно, они остались желающие такие. Но дайте выехать тем, кто не хочет идти убивать. Кто не хочет вашего патриотизма. Патриотизма – это значит положить свою жизнь за жизнь детей правительства. Президента, его администрация, за их богатство. Это совершенно другое дело. Это какой-то холопский, принудительный патриотизм в кавычках. Я Таня Крацуба, Сеидбургхан. Сегодня у нас с вами 10 июля 2024 года.